Женская грудь Женская грудь Женская грудь целостная молочная железа. Долю молочной железы можно сравнить с гроздью винограда. То есть каждая виноградинка – это долька, каждая гроздь – это доля. И каждая доля как бы упакована в такую соединительно-тканную прослойку, и все вместе они присоединяются к грудной клетке. Собственно, вот эти соединительно-тканные прослойки, связочки, они являются единственным поддерживающим аппаратом молочной железы. То есть других, никаких мышц, никаких связок у нее, к сожалению, для того, чтобы удерживаться в правильной форме, в правильном положении, нет. Почему с возрастом и все-таки, и не с возрастом, просто почему она теряет ту форму первозданную, которая была с самого начала? Почему так происходит? Что это, почему ткани начинают как-то размягчаться, уменьшаться? Ну, дело в том, что любые ткани в нашем организме, к сожалению, не молодеют с возрастом. То есть и кожа теряет свою упругость, и мышцы, и связки, соответственно, и те ткани, которые составляют молочную железу в том числе. Самым губительным для здоровья, красоты, прежде всего даже, молочной железы являются резкие перепады веса. То есть не кормление и беременность, как считается обычно женщинами, а именно перепады веса. То есть после беременности, почему грудь теряет свою форму? Чаще всего именно потому, что женщины много прибавляют. Некоторые по 20-30 килограммов, а потом резко этот вес теряют. И, соответственно, молочная железа была тяжелая, большая. Связки растянулись. Потом, когда она свою эту тяжесть и размер потеряла, естественно, она обвисла и потеряла форму, превратилась в такие обвислые мешочки. На втором месте по вредности для молочной железы, я считаю, стоит курение. Потому что... Да вы что? Вот это для меня было открытие. Потому что, действительно, я раньше не связывала никаким образом размеры и формы груди именно с курением. Почему курение вредит? Ну, размеры, наверное, с курением не очень связаны. Хотя можно пофантазировать на эту тему. Если девушка курит в раннем возрасте, когда молочная железа только развивается, курение, естественно, влияет на все процессы, в том числе на гормональные фоны. Поэтому можно предположить, что женщина, курящая в молодом возрасте, испытывает гипоксию, то есть недостаток кислорода, связанный с курением, и грудь может хуже развиваться. Но это очень спорный вопрос. А то, что уже когда женщина сформировалась, то, что внешний вид молочной железы зависит от курения, это естественно, это доказано. Ну, почему? Потому что недостаток кислорода приводит к нарушению кровообращения, питания, кожи молочной железы, того же связочного аппарата. Естественно, кожа приобретает дряблый такой морщинистый вид, желтый, как правило, у курильщи со стажем. И связки тоже теряют свою эластичность, соответственно, грудь теряет форму. Еще из факторов, которые могут влиять на внешний вид груди, можно назвать неправильное питание. То есть недостаток в рационе витаминов, которые нужны для правильного функционирования и внешней красоты груди, витаминов группы А, Е, С, В, и избыток каких-то вредных веществ. Кофе, шоколада. Шоколада. Да, какао. То есть все они содержат так называемые метилксантины, которые, в принципе, не очень полезны для груди, как оказалось. Что с ним может произойти? Это она как-то объяснит, да? Ну, здесь больше, вот за счет метилксантинов, которые содержатся в продуктах, горячо любимых многими женщинами, шоколаде, какао, да, чай, в общем-то, считающимся полезным напитком. Чай тоже даже. Да, да. К сожалению, они, эти вещества, способствуют тому, что у чувствительных, особенно чувствительных к ним женщин, происходит отек молочной железы, вот особенно в предменструальном периоде. То есть большой приток жидкости, жидкость задерживается, молочная железа становится большой, тяжелой. Это способствует тоже потере эластичности связочного аппарата. С течением времени это может способствовать и опусканию молочной железы. Ну и доставляет, естественно, неприятные ощущения женщинам, то есть чувство боли, нагрубания, неприятные ощущения при прикосновении. Ну что же, мы прервемся на небольшую паузу, вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.